Огонь на нефтебазе «Атлас» в Ростовской области перекинулся на третий резервуар с топливом. Это следует из спутниковых снимков, опубликованных «Радио Свобода». Комбинат «Атлас» Росрезерва в Каменском районе Ростовской области атакован дронами 28 августа уже второй раз. До этого беспилотник нанес по нему удар 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить. Сегодня нефтебаза продолжает гореть. Местные паблики пишут, что пожарным не хватает специальных аппаратов, подающих пену. Власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Мы постоянно выбиваем заводы и дефицит стал постоянным. То есть если и были, и существовали избыточные мощности в начале в европейской части России, а теперь при Урале, так скажем, то они уже выбиты и их нет. Сейчас локально, если мы, например, воспользуемся этой ситуацией, то есть мы продолжим бить, например, уже не по местам хранения, а уже по конкретным железнодорожным путям, через неделю, если мы начнем бить по железнодорожным путям, через три недели максимум, то мы будем получать перебои. То есть танки будут стоять. В Генштабе ВСУ подтвердили, что силы обороны Украины поразили нефтебазу «Атлас» в Ростовской области. Также в штабе сообщили, что были нанесены удары по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежском регионе. Задания выполнены подразделениями сил специальных операций вооруженных сил и Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны. Подробная информация о последствиях поражения уточняется. Силы обороны Украины продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Из сообщения Генерального штаба ВСУ в Фейсбук. С начала года дроны атаковали российские НПЗ не менее 64 раз, сообщила BBC. Большая часть всех атак, около четверти, пришлась на нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. В 49 случаях произошли пожары. Под удары неоднократно попадал Туапсинский НПЗ. Он принадлежит крупной российской нефтегазовой компании «Роснефть». Туапсинский НПЗ выпускает нефть, мазут, вакуумный газоиль и высокосернистое дистопливо, поставляемые на экспорт. Завод не производит автобензины и низкосернистое дистопливо для внутреннего рынка. Туапсинский НПЗ в январе до пожара перерабатывало в среднем 24 тысячи тонн нефти в сутки. Объем простаивающих мощностей первичной переработки нефти на НПЗ в июле увеличился на 0,7 миллиона тонн, плюс 42% к прежнему графику, до 2,5 миллиона тонн, что составляет 9,2% от суммарной мощности НПЗ. Из сообщения The Moscow Times. Взрыв, прогремевший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощности предприятия по переработке нефти. Нефтеперерабатывающая отрасль именно западной части Российской Федерации фактически стагнирует, отмечают эксперты. Есть уже прямые анализы, которые показывают мне о том, что она умирает. Я сейчас на этом остановлюсь. Насколько Омский завод, один из трех самых крупнейших заводов, это понятно, но нам он был ценен тем, что он завод глубокой переработки нефти. То есть, если достаточно современные, но простые НПЗ, как минимум 11 видов продукции предоставляет после перегонки нефти, то представьте себе глубину переработки, если он представлял 50 видов продукции. Из-за атак на российские НПЗ цена на бензин стремительно растет. С января по июль цены повысились более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. Властям в итоге пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года. Виктория Смирнова для телеканала Freedom. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.